Здравствуйте! В студии Олег Панфилов и программа «Территория демократии». Наша сегодняшняя передача о судьбе первых кавказских демократий. Советская историография умалчивала многие факты, предшествующие появлению на месте Российской империи нового государства СССР. Немногие знают, что до провозглашения новой империи, Советской, в 1918 году уже были основаны независимые демократические государства. Кроме прибалтийских республик, это Азербайджан, Армения и Грузия. А еще раньше – Республика Союза горцев Северного Кавказа. У каждой из закавказских первых демократий своя трагическая история. Советская Россия в свое время даже признала независимость Грузии. Но в 1921 году части Красной Армии захватили большую часть ее территории. Оккупация Грузии завершила план Кремля по окончательному завоеванию за Кавказом. У этого здания, расположенного в центре Тбилиси на проспекте Руставели, необычная история. Во время царской России здесь находилась резиденция генерал-губернатора Кавказа. Позже, в советский период, в нем разместился дворец пионеров. А в мае 1918 года в течение двух дней в этом же здании была провозглашена независимость трех государств. Грузия, Армения и Азербайджан сформировались как независимые государства после ликвидации Закавказской Федеративной Республики. В свою очередь, Закавказская Республика была основана после большевистского переворота 1917 года. Закавказские политические партии договорились не признавать власть большевиков. У большевиков не было поддержки среди населения Южного Кавказа. Попытки захватить власть в регионе вооруженным путем провалились. Грузинские социал-демократы, армянские Дашнаки, азербайджанские мусаваты сформировали правительство, которое взяло власть за Кавказием. Эти кадры сняты 26 мая 1919 года. Грузинская Республика отмечает первую годовщину независимости. Праздничные мероприятия начались в центре Тбилиси, а затем переместились на городские окраины. Первый год независимости выдался до страны успешным. Социал-демократическое правительство смогло сохранить территориальную целостность государства, несмотря на серьезные внешнеполитические угрозы. Грузия в составе Российской империи традиционно считалась опорой социал-демократических идей. Грузинская политическая элита состояла из опытных политиков, многие из которых входили в высшие круги российского истеблишмента. Главным ориентиром для Грузии стало сближение с Европой. Грузинская республика, как одно из первых государств мира, в котором к власти пришли социал-демократы, привлекла пристальное внимание европейских партий левого толка. В Грузию приезжают лидеры социал-демократов со всей Европы. Карл Каутский, Рамсей Макдональд, Эмиль Вандервельде. Огромный интерес Грузии со стороны левых сил в Европе был обусловлен тем, что это было первое в мире социал-демократическое государство европейского типа. Эмиль Вандервельде в своем выступлении в Тбилиси даже сказал, что не Европа является наставником, а наоборот. А немецкий социал-демократ Карл Каутский по итогам визита написал книгу о Грузии. Первая грузинская республика утверждала в жизнь принципы многопартийности и свободы выбора. Женщины участвовали в выборах наравне с мужчинами. В то время во многих западных странах, в том числе и в США, женщины не имели права голосовать, а в грузинском парламенте заседали четыре депутата женщины. Четверть населения страны составляли национальные меньшинства. Три региона, Батумская область, Сухумский и Закатальский округа, получили автономный статус. Главным достижением первой грузинской республики историки считают Конституцию. Над документом работали чрезвычайно амбициозные личности. Они ставили целью создать не просто современную, а наилучшую в мире Конституцию. Даже на сегодня это очень прогрессивный документ. Отправной точкой являются права человека и социальная защита. Думаю, что если бы не трагические внешние обстоятельства, то эта республика имела все предпосылки, чтобы стать частью западной демократии. К 1920 году ситуация на границах Кавказских республик крайне осложнилась. На Северном Кавказе большевикам удалось нанести поражение армии Деникина. Большевики захватывают сначала Азербайджан, потом и Армению. В феврале 1921 года Красная армия вторглась в Грузию одновременно с нескольких направлений. В марте правительство Демократической республики эмигрировало во Францию. На этом процесс советизации Кавказа завершился. Вы смотрите программу «Территория демократии» и наша сегодняшняя передача посвящена первым кавказским демократиям. Мой первый гость – историк, депутат парламента Грузии Георгий Канделаки. Георгий, судьба трех кавказских демократий трагична. Всего лишь три года и все три страны были уничтожены вторжением Красной армии. Могло ли быть иначе? Могло быть совершенно иначе, потому что особенно в Грузии были все предпосылки для формирования и построения совершенно успешной демократической европейской страны. Потому что уже несмотря на то, что эта страна существовала маленькое время, там развивались такие политические процессы, которые, несомненно, показывали зрелость политического класса. И очень досадно, конечно, что весь этот политический класс, экономический класс, так же, как и военный класс, вся социальная структура, на которой опирается любое успешное государство, было просто стерто из грузинского общества. И это не просто исторически любопытный факт, но самым прямым образом сказывалось на зигзаге, построенной грузинской государственности, уже в 90-х годах. Потому что все это понимание, что из себя представляет государство, строить государство настолько это, насколько это большая ответственность, была просто стерта. Но грузинская армия была намного сильнее двух других кавказских стран, Армении и Азербайджан. Если бы грузинская армия смогла помочь Азербайджану, как-то ситуация бы изменилась по-другому? Интересный факт, кстати, что, во-первых, когда Азербайджан существовал, существовал как независимая страна, Грузия и ее правительство всячески содействовали становлению ее институтов. А в частности, наше военное министерство поддерживало их военное министерство, и особенно построение офицерской школы, которое было под непосредственным ведением нашего генерала Квинитазы, который там послал. И вообще-то начальником ихней военной школы был такой генерал Махашвили, если я не ошибаюсь, который был утоплен в Каспийском море, как только туда сошли большевики. А также в 2020 году, вы знаете, что Красная Армия предприняла первую попытку уторжения в Грузию, эта попытка не получилась. И генерал Квинитазы, который тогда был главнокомандующим грузинской армии, перешел в наступление и углубился в территорию Азербайджана на 40 километров. И тогда он предложил план правительству Грузии о продолжении операции, о освобождении всей территории Азербайджана. Он выступил с планом построения неких заграждений с севера от Баку и так далее. Действительно, на тот момент Красная Армия была не очень сильная. Только что была проиграна война с Польшей, намного масштабная война. И он предлагал вот такой интересный весьма план. И как бы заградить большевиков, не пустить их южнее всего Кавказского хребта. И наше правительство тогда обратилось за консультацией к Великобритании, к правительству Великобритании, которые тогда уже и войска находились в Грузии. И Грузия пыталась всячески наладить союзнические отношения в то время с Великобританией. И этот план был настоятельно отвергнут. И контрастное наступление было остановлено. Спасибо, Георгий. Но есть судьба еще людей, которые не только воевали на территории Грузии против частей Красной Армии, но те, кто покинул родину. После оккупации для многих граждан независимой демократической республики Грузия не нашлась места в реалиях советского режима. Их разбросало по всему миру. Большая часть грузинской миграции оказалась во Франции. Все они мечтали о возвращении на родину. Возвратились немногие. Однако некоторые из них стали свидетелями восстановления независимости Грузии уже в 91-м году. В детстве Эте Рухадзе часто играла эту мелодию, когда у них дома собирались грузинские эмигранты. Она родилась в Париже спустя 4 года после оккупации Грузии в 1925 году. Через несколько месяцев после того, как Красная Армия вошла в Тбилиси, ее родители уехали из страны. Она закончила консерваторию сначала в Монпелье, потом в Париже. У нее изысканный грузинский, с легким французским акцентом. Эте Рухадзе выросла в Левиле, в общине грузинских эмигрантов. Эта фотография сделана в Левиле. Рядом со мной известный грузинский ученый и выдающийся общественный деятель Экутемета Кайшвили. Я хорошо помню, как он рассказывал нам, детям, историю Грузии. Это были удивительные люди и удивительное время, которое навсегда осталось в моей памяти. Взрослые особенно старались, чтобы мы хорошо учили грузинский. Они говорили, что мы обязательно вернемся домой и поэтому должны хорошо знать родной язык. Ее будущий муж, архитектор Отар Джакели, во время Второй мировой войны служил в иностранном легионе. После свадьбы молодые решили вернуться в Грузию, хотя прекрасно знали, что сталинский режим с недоверием относится ко всем эмигрантам. В советской Грузии никто не мог гарантировать им жизнь. В лучшем случае их ждали только лагеря. Мы знали, кого арестовали, а кого расстреляли. Информация у нас была. Мы часто ходили на собрания грузинских эмигрантов. Это были печальные и трагические дни. Каждый мечтал о возвращении на родину, но никто не осмеливался сделать первый шаг. Помню, мой муж сказал мне, давай вернемся, как только закончатся репрессии. Они вернулись только в 1968 году. К тому времени советский режим стал лояльнее относиться к эмигрантам, не считая их больше врагами народа. И все равно многие смотрели на них с подозрением. Два года они жили у родственников. Сложно было найти работу. Оставалась только надежда, что когда-нибудь Грузия все-таки станет свободной. Развал советского государства был логичен. Насильственным путем созданная империя должна была распаться. Многие поколения эмигрантов мечтали о независимости Грузии. И когда в 1991 году Грузия объявила о восстановлении своей независимости, нас с мужем захватили совершенно особенные эмоции. Их старшему сыну Гиви было 11 лет, когда семья вернулась в Грузию. Так же, как и отец, он стал архитектором. Несколько раз ездил в командировку во Францию, но никогда и не думал, что может там остаться. С детства во мне ощущение европейского мира. Во Франции я чувствую себя своим, однако самая значительная часть моей жизни связана с Грузией. В нашей семье царит европейский дух. Для моих родителей важны европейские ценности, но и мы. И они являемся в первую очередь детьми этой страны. Сегодня в семье Джакели живут три поколения. Трое детей и шесть внуков. Мой дед был патриотом. Не знал, насколько это передалось мне. Не знал, что бы я сделал на его месте, вернулся или нет. Они во Франции жили. В общем, неплохо. Можно даже сказать хорошо, но все равно вернулись. А с другой стороны, я рад, что так случилось. Я родился и живу в Грузии. Этер Рухадзе 85 лет. Половина ее жизни прошла во Франции. Сегодня она надеется, что Грузия станет истинно европейским государством, о котором мечтала в Ливиле грузинская эмиграция. Очень трудно вычеркнуть из памяти и сознания человека исторический период в 70 лет. Это тяжелый и длительный процесс, но его надо преодолеть. Должно появиться больше новых людей, бескомпромиссных и смелых, которые, наконец, сделают нашу страну успешной. Вы смотрите программу «Территория демократии», и мы сегодня говорим о первых кавказских демократиях. Наш второй гость – историк Лаша Бакратца. Лаша, но обычно свое будущее страны строят на ошибках истории. В чем были достижения тех первых демократии на Кавказе, и в чем были промахи? Я думаю, что Грузия тогда под социал-демократическим управлением была одной из самых прогрессивных в то время государств. Это многие говорили, приезжающие за границы. И это были люди не только, которые были для Грузии важными, но и для русской демократии, как, например, Николас Чхейдзе или Рякали Целетхели, Джордания и Гекки Чкори, которые были, например, членами Думы и так далее. И эти люди всегда хотели, чтобы Россия стала демократическим государством. И когда они это не смогли сделать в большом масштабе в России, тогда они постарались сделать таким демократическим государством Грузию. Я думаю, что многому можно научиться у этих людей, которые очень хорошо могли общаться с людьми, которые не связывали их идеологически ничего. И с другими партиями они имели очень хорошее отношение. И Конституция Грузии, которая была принята несколько недель перед тем, как советизировалась Грузия, это тоже показывает, на каком высоком уровне была демократия тогда в Грузии, и что они хотели тогда построить, и, к сожалению, не смогли. Грузия сопротивлялась довольно долго, и восстания, которые начались под руководством Кокуца Чулакашвили в 1922 году, закончились также трагедией. Но это был хороший опыт. И в советское время в Грузии происходили события, о которых очень мало знают на постсоветском пространстве. Это и движение в защиту грузинского языка, это события 1956 года, это апрель 1989 года. По всей видимости, эта традиция бороться за свою свободу сохранялась еще долгое время. Да. 1924 год очень важный год, конечно, для Грузии, когда мы говорим о большом терроре, можно говорить, что после восстания 1924 года, которым руководила интерпартийная организация, начался в Грузии большой террор, потому что где-то 10 тысяч человек было убито, 20 тысяч человек сослано. И потом 1937 год просто было продолжением того террора, который, по крайней мере, начался уже в 1921 году, но в 1924 году уже был пиком. И вот эти люди в Грузии, их было много, как видно, сохраняли идею независимости до становления Грузии в 90-х годах. И сопротивление, в принципе, можно сказать, что где-то всегда существовало, даже в сталинское время, потому что это показывает во Второй мировой войне тоже были группы людей, которые думали, что можно как-то освободиться от советской власти и от русского ига. Спасибо, Лаша. Спасибо. И вопрос Георгия Канделаки, скорее всего, не только как историку, но и, скорее всего, как политику. Помимо тех стран, которые были объявлены независимыми, самостоятельными в 1918 году, было еще несколько примеров, когда на Кавказе люди пытались бороться за свою судьбу самостоятельно. Действительно, да. Но все-таки правоозглашение независимости в Грузии это был пик, кульминация очень долгого процесса, процесса становления современных наций, которые параллельно происходили в Европе, особенно в Восточной Европе. И мы знаем, что в это время были созданы очень много новых стран или восстановлены старые страны, например, как Польша. Но стоит только посмотреть на саму декларацию независимости и просто посчитать, сколько подписей негрузинских на этой декларации. И вы очень удивитесь, что довольно-таки много. Самых разных национальностей есть немецкие, польские, армянские, русские и так далее. Но это, конечно, не случайные прохожие негрузинской национальности, которые подписывали декларацию. Это были представители своеобразных структур, которые имелись у всех национальных меньшинств Грузии, так называемых национальных советов. И в согласии с грузинским национальным советом они поддерживали, то есть все меньшинства поддерживали создание современного демократического государства Грузии. Это абсолютно важный и феноменальный факт. Потому что, конечно, если сравнить количество негрузинских подписей на декларации в 18-м и в 91-м году, удивимся и не в приятную сторону. Но скажите еще, как политик, достижение тех первых демократий каким-либо сейчас образом используется в построении нового государства Грузии, которое уже 6 лет проводит реформы и является таким своеобразным лидером на постсоветском пространстве? К сожалению, мы только сейчас начинаем находить для себя сначала опыт этой республики. Потому что физически это все было очень давно. И, к сожалению, все те люди, которые занимались построением всего этого, просто их нет у живых. В отличие от прибалтийских стран. Кстати, этот разрыв имел самое непосредственное отношение уже в 91-м году к нашим неудачам, потому что в живых не было уже тех людей, которые понимали, что такое государство, насколько это важно, насколько это трудно. И, к сожалению, все... И та же самая причина, по которой все эти гигантские репрессии, которые были проведены в Грузии, от 21-го до, например, начала Второй мировой войны, они просто были более-менее забыты. Потому что при прибалтийских странах это физически просто произошло позже, уже в конце 40-х годов. И физически это больше людей помнено. Вот такое сочетание обстоятельств привело к тому, что только сейчас мы начинаем для себя обнаруживать и находить все эти абсолютно интересные и поучительные примеры из государственной жизни Грузии. Спасибо, Георгий. И последний вопрос, Слаша. Вы знаете о том, как сейчас любят в России пересматривать историю, прежде всего, историю последних десятилетий. Как вы думаете, будут ли знать люди, живущие на постсоветском пространстве, вот ту историю Грузии, о которой мы сейчас говорили? Я думаю, что Россия продолжает вот эту традицию. Это как будто что-то антироссийское. Я думаю, что в российской истории не будут и в новой 20 веке истории, которые пишут в России, не особенно хорошо будут выглядеть, наверное, эти государства. И всегда будут говорить, что они бы не состоялись и так далее. Несмотря на то, что я думаю, что, что касается Грузии, она очень даже состоялась и могла бы быть нормальным, демократичным, хорошим государством. Это если бы в 21 году главным образом Грузии, Сталин и Арджианикидзе не сделали бы из этого государства советскую Грузию. Спасибо большое, Лаша. В нашей программе принимал участие историк Лаша Пакрадзе и историк, депутат парламента Грузии Георгий Канделаки. История не только дает возможность учиться на ошибках, но и добиваться успеха, анализируя промахи и неудачи. Знать историю и помнить ее – необходимость, то, что от нас скрывали долгие годы советской власти. Эти знания нам помогут избежать многих неприятностей в настоящем и будущем. А наша программа, первый выпуск, который был посвящен Кавказским демократическим государствам, будет рассказывать вам каждую неделю о развитии стран постсоветского пространства, об успехах, политике, экономике, правах человека, свободе и демократических ценностях. Это была программа «Территория демократии». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова